Искреннее покаяние Дело в том, дорогие мои друзья, давайте сначала мы определимся с терминологией, потому что у наших современников, может быть даже крещеных в детстве, но, к сожалению, живущих вне православной церкви, хотя, может быть, и уважительно к ней относящихся, в их лексиконе очень много слов, фраз, взятых из индуистской концепции. Индуизм, безусловно, это очень богатый мир своих идей и концепций, но это мир ложных духовных концепций. И вот понятие карма взято как раз из индуизма. Что такое карма? Определение этого явления – это как бы вселенский закон причинно-следственной связи обстоятельств твоей нынешней жизни от поступков предыдущих жизней. Само вот это понятие карма тесно связано, неразрывно с понятием колесо самсары и реинкарнация. Ну, в двух словах поясню. Колесо самсары – это колесо бессмысленных, вечных, постоянно продолжающихся перевоплощений. То есть вот есть понятие в индуистской мифологии, в индуистской религиозной концепции – ночь Брахмы, день Брахмы, что это было вечно, мир никогда не начинался, никогда не закончится. Вот это постоянная сменяемость бессмысленных циклов возникновений и уничтожений мира и бессмысленное колесо перевоплощений живых существ. Вот это вера, убеждение, что существует реинкарнация, то есть перевоплощение душ, что духовные существа перевоплощаются в разных телах. И вот последующее твое, например, перевоплощение, как считают последователи такого культа, верящие в эти восточные сказки для взрослых. Поступки и обстоятельства твоей нынешней жизни зависят от поступков твоей жизни предыдущих, множества твоих предыдущих жизней. И, соответственно, как ты живешь сейчас, это отразится, твоя карма может быть более отягощенной или улучшенной. Если ты испортишь свою карму за эту жизнь, считают верящие в такую концепцию, то в следующей жизни можешь перевоплотиться в каком-то существе более низшего порядка, например, животным или каким-то членицнодогим и так далее. На самом деле, дорогие мои друзья, скажу горькую правду, может быть, для кого-то. Никакой кармы не существует, нет никакой причинно-следственной связи, этого слепого закона, что ты обязательно будешь в этой жизни страдать за предыдущие. И нет никакого перевоплощения. Мы живем только один раз, один раз живем на земле и предстанем пред Богом. Святой апостол Павел в послании к евреям четко и ясно говорит. Человеку положено однажды умереть и потом суд. Более важные, еще более точные слова – это слова Господа нашего Иисуса Христа, который Он, Спаситель мира, Сын Божий, произнес на кресте. «Отче, вруцы твои предаю дух мой». Это ответ на все времена. Всем фантазерам, начиная от пифагорейцев, гностиков, последователей восточного мистицизма, всевозможного разлива, именно в руки Божьей человек предает дух свой. Живет человек один раз на земле и в руки Божьей. Не в колесо бессмысленных перевоплощений, а в руки Божьей. Господь творит человека по своему образу. Цель человека – достичь богоподобия. И для этого мы живем, люди, на земле один раз. Поэтому никакой кармы, еще раз повторю, дорогие мои друзья, не существует. А вот как звучал вопрос, может ли искреннее покаяние нейтрализовать? Вообще покаяние – это самое первое, к чему Господь, когда вышел на общественное служение, призывал людей. Вот как мы читаем в Евангелии от Матвея и в Евангелии от Луки, что когда Иоанн был предан, Иисус вышел на проповедь и начал говорить, «Покайтесь, приближивося Царствие Небесное». Я говорю по-церковно-славянски. Проповедь о покаянии, то есть изменении образа ума и образа мысли – это была самая первая и главная, можно сказать, центральная проповедь Христа Спасителя. Святой апостол Павел говорит во втором послании к Оримфинам, «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Почему печаль мирская? Вера в то, что якобы существует, перевоплощение, или что ты сейчас якобы страдаешь за грехи прошлой жизни, все вот это убеждение, все вот эта область таких религиозных фантазий, она наводит на человека именно мирскую печаль. Печаль, что у меня что-то не получается, и порой часто можно слышать, дорогие друзья, вы наверняка слышали такие слова неоднократно, может быть, от своих знакомых и друзей, «Тебе плохо? Значит, у тебя плохая карма, значит, ты что-то заработал плохое в прошлых жизнях». Не было никаких прошлых жизней и нет никакой кармы. Просто печаль мирская производит смерть, а печаль ради Бога, печаль о своих грехах, производит покаяние ко спасению. В Евангелии от Матвея в 9 главе 10-11 стихи мы читаем, как Господь наш Иисус Христос ясно недосмысленно говорит, «Я пришел, чтобы призвать неправедников, но грешных к покаянию». В других местах Священного Писания, в частности, в Евангелии от Луки, 15 главе с 1 по 10 стих мы читаем, как Спаситель, приводя даже наглядные образы, и притчи говорит, что какая бывает радость на небесе о едином грешнице кающемся. Приводя в пример потерянную драхму, которую ищет женщина, или потерянную овцу, которую, найдя пастух, найдя свою пропавшую овцу, радуются они больше, чем о 99 не потерявшихся. Так, говорит Спаситель, радость на небесах больше об одном грешнике, кающемся, чем о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Поэтому, дорогие мои друзья, не бойтесь никакой кармы, ее не существует. Не существует никакого перевоплощения. Человек один раз живет на земле, и жить надо действительно в покаянии. Жить надо так, чтобы приближаться к Богу, очищать свою душу. И вот в некоторых предыдущих наших беседах я часто упоминал преподобного Паисия Святогорца. Он очень мудро говорит, мудро и понятно современным людям. Когда человек грешит и не кается, он предоставляет дьяволу права над собой. Поэтому необходимо покаяние, потому что покаяние лишает дьявола прав над тобой и делает твою душу способной для принятия благодати Божией. Храни вас всех, Господь! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok